Как представитель фракции Альды по правам человека, я хотел бы сначала поделиться с вами несколькими своими мыслями. Мы знаем, что права человека, сама САГО, прав человека в Европе представляет собой интересную смесь российской, украинской, восточноевропейской храбрости. До хельсинской группы, до хельсинского соглашения, до хельсинской группы в США и в Москве нельзя было говорить даже о САГО об истории защиты прав человека. Я рад, кто к нам присоединилась и Людмила Алексеева, ключевая фигура правозащиты в Европе. Мы знаем, что без таких людей, как Елена Боннер, Сахаров, Владимир Буковский, без великих российских диссидентов и правозащитников нельзя было бы даже говорить о защите прав человека. Мы знаем, что награда Европейского Союза за свободу мысли названа именно в честь Андрея Сахарова. Можно, безусловно, говорить и о диссидентах и в Китае, и в других странах, и именно благодаря их храбрости мы можем говорить о правозащите. И я очень рад, что Европейский Союз не может существовать без соблюдения прав человека, без соблюдения гражданских свобод. Однако мы сталкиваемся с парадоксом. В 80-х и 90-х годах было совершенно очевидно, что именно демократически настроенные представители России добились распада Советского Союза. Это было чудо, чудо, которое совершилось только благодаря храбрости правозащитников. И чудо, которое коснулось моей страны, Литвы. Истинные правозащитники, активисты в России очень храбро сражались за то, чтобы была закончена холодная война, чтобы перестал существовать Европейский Союз. А что же произошло потом? В 90-х нам казалось, что начался новый этап нашей истории. И мы надеялись, что Россия станет надежным партнером, партнером, который сможет изменить ход истории в результате своей приверженности правам человека и демократии. Эра Ельцина была многообещающей. Точью мы знаем, что постельцевская эпоха в России совсем другая на мире, не такая, какой мы ожидали. Россия сегодня уже не Советский Союз. Можно было бы надеяться, что Россия сегодня является уже нормальной страной, в которой можно было бы создавать нормальные условия для жизни. Однако Россия в настоящий момент скатывается обратно в пропасть несоблюдения прав человека. Некоммерческие организации сегодня в России характеризуются как иностранные агенты, а слово «агенты» в русском языке имеет очень ясный оттенок, поскольку «иностранный агент» – это слово, которое обычно использовалось для обозначения представителей иностранных секретных служб. Сегодня сталкиваемся с ситуацией дежавю, кажется, что повторяются события прошлого. Какое будущее нас ждет? С одной стороны, мы все согласны с тем, что Россия является очень важной страной. Россияне очень важный народ, и мы все очень уважаем российскую культуру. Однако, с другой стороны, мы стоим на перепутье. Россия – очень важный торговый партнер, так же, как Китай. И, может, поэтому нам необходимо более лояльно относиться к России и закрывать глаза на некоторые нарушения прав человека? Или, наоборот, нам необходимо твердо требовать соблюдения прав человека? Иногда нам не хватает храбрости, иногда нам кажется, что можно говорить о различной динамике развития событий, различных интерпретаций. Однако, мне кажется, что если мы снижим планку, если мы снизим стандарты, тогда мы столкнемся с настоящей исторической катастрофой, который говорил из Солженицына, мы забудем идеи Андрея Сахарова, людей, которые поднимали знамя прав человека и считали, что это намного важнее всех остальных. И поэтому, если мы не будем следовать своим принципам, мы предадим этих людей. И поэтому, когда вы слышите, что Россия – это очень актуальная тема, и правозащита в России – актуальная тема, это не просто слова. Мы знаем, что Михаил Ходорковский почти 10 лет уже провел в тюрьме без вины. Уже 10 лет – это символичная фигура, этот символ. И Михаил Ходорковский уже не просто российский политзаключенный. Михаил Ходорковский сегодня – это уже фигура европейского масштаба, которая показывает, что значит бороться с коррупцией, что значит требовать соблюдения прав человека. И было бы несправедливо думать, что права человека не соблюдаются только в России. Мы знаем, что каждый правозащитник, каждый борец с коррупцией становится международной фигурой. И мы поддерживаем действия таких правозащитников. Поэтому нельзя говорить, что Михаил Ходорковский или Магницкий – это только российские фигуры. Да, это россияне, но это люди, которые боролись за свои принципы и ценности на благо всех нас. И поэтому это европейские политические заключенные. И мы должны сегодня ясно определиться, что для нас значит наши принципы, наши стандарты, наши ценности. А теперь позвольте мне представить вам наших гостей, бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Мы ему предоставим слово в самом начале, затем предоставим слово Людмиле Алексеевой, учителю Хельсинской группы, потом господину Ходорковскому, Вадиму Клювготу, Белу Браудеру, Анне Каретниковой и Владимиру Карамурза, представителю российской оппозиции. И, безусловно, мы с нетерпением ждем выступления Павла Ходорковского, президента Института современной России. Ну что же, дамы и господа, я больше не буду занимать ваше время. Я сразу предоставляю слово Михаилу Касьянову, председателю Российского народного демократического союза и супредседателю политической партии, Республиканской партии России, Партии народной свободы. Пожалуйста, господин Касьянов, слово предоставляется вам. Я рад вас всех приветствовать здесь, в Европейском парламенте. Я рад тому, что есть возможность у меня здесь, в Европейском парламенте, говорить по-русски, так же, как и моим коллегам. Здесь, безусловно, когда мы обсуждаем важные темы, относящиеся к России, очень важно, чтобы русский язык присутствовал как важный фактор лучшего ощущения, что происходит в нашей стране. К сожалению, сегодня мы рассматриваем существующую проблему в Российской Федерации, проблему политических заключенных. Еще 20 лет назад мы не могли себе представить, что Российская Федерация, которая выбрала путь построения демократического общества, вернется к ситуации, когда в России существуют политические заключенные. Это беда нашего российского народа, беда российского государства сегодня. Да, это факт. В России есть политические заключенные. Это относится и к Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву. Это относится к девушкам из панк-группы Pussy Riot. Это относится к умершему или доведенному до смерти в тюрьме Сергею Магницкому. Это относится и, как мы называем, узникам 6 мая. Манифестации мирной демонстрации, которая состоялась 6 мая 2012 года, прошлого года, в Москве, в центре Москвы, когда власти спровоцировали избиение, ничем не обоснованное насилие и, фактически, теперь уголовные преследования многих активистов разных политических и общественных групп. Завтра начинается судебный процесс над 12 узниками 6 мая, постфабрикованным обвинением, и сегодня, я думаю, мы услышим, в том числе от выступающих на нашей дискуссии, разные аспекты этого. Безусловно, ситуация неправовая. При нашей поддержке, нашей партии, была сформирована инициативно сформирована общественная комиссия по общественному независимому расследованию событий 6 мая. В нее вошли 25 самых известных в стране ведущих правозащитников. Людмила Михайловна Алексеевна, сегодня присутствующая, участвующая с нами, возглавила эту комиссию, это представители науки и культуры, люди независимы от власти, люди, которые способны говорить то, о чем они думают, говорить открыто, более того, делать заключение и ставить свой авторитет под словами, которые они считают необходимым поставить в оценке того, что происходило. И выводы простые. Никаких массовых беспорядков и участия в массовых беспорядках не было. Это была провокация власти. Власти в преддверии дня инаугурации Владимира Путина на третий президентский срок и власти не могли позволить то, что статысячная манифестация активных граждан в Российской Федерации и в Москве фактически заявляла о нелегитимности президента, который вступал в позицию президента. Это и была главная политическая мотивация избиения граждан на Московских площадях, на Московской площади, на Болотной площади. Мы считаем, что власть должна одуматься и немедленно признать свои ошибки, объявить амнистию узникам 6 мая, отпустить тех граждан, тех молодых ребят, которые без вины виноваты, сидят сегодня в тюрьме и фактически ждут своих приговоров о заключении, видимо, на длительные сроки. Думаю, что это единственный путь для власти хоть как-то сохранить свое лицо, объявить амнистию всем, кто проходит по этому делу. Это не только одна история того, что происходит сегодня в России. Конечно, когда мы говорим об Европейском суде по правах человека, мы знаем, что самое большое количество жалоб из Российской Федерации в суде это из Российской Федерации. По-моему, там около трети всех жалоб на нарушение прав человека. Да, в тысячах случаях российские граждане выигрывают этот суд и получают компенсации. Никто об этом не знает. В Российской Федерации на это наложено информационное табу. Власти немедленно выплачивают те суммы, которые выписываются по решению суда на 5 тысяч евро, 7 тысяч евро, 10 тысяч евро, с учетом имеющихся высоких доходов от высокой цены на нефть. Денег в стране много. Фактически власть откупается за свои нарушения прав человека. Откупается от граждан, откупается от Совета Европы, от Европейского Союза, от наших партнеров. Но при этом не даются политические оценки тому. А политические оценки имеют право на прямое существование. Даже, я бы сказал, политики стран, членов Совета Европы, обязаны делать политические осуждения. Почему Российская Федерация является членом Совета Европы, полноправным членом Совета Европы? И Российское правительство обязано исполнять эти обязательства, вытекающие из этого членства. И когда практически по всем позициям Европейской конвенции о правах человека и основных свобод, Российское правительство не исполняет этих норм, этих ценностей не применяет в жизни, и это остается, скажем так, без должной оценки. Поэтому непонятно, почему многие политики в Европейском Союзе считают, что господин Путин и его режим должны получить особую грамоту охранную, право на неисполнение международных обязательств в отношении прав человека. То же самое относится, конечно, к Михаилу Ходорковскому, к Платону Ребедеву. Независимо от расследования, которое было проведено, опять-таки группой самых уважаемых юристов и экономистов, которые провели анализ всего того дела, по которому он сегодня находится, они находятся в тюрьме, и пришли к однозначному выводу. Все сфабриковано, решение неправосудное. Люди должны быть освобождены из заключения. Теперь этих экспертов, которые никакого отношения к политике не имели и не имеют, эксперты высокого уровня в своей сфере, в праве, в экономике, в финансах, эти эксперты поставили подпись под профессиональным заключением. И теперь этих профессиональных экспертов, уважаемых, они подвергаются преследованию. У них проводят обыски, их вызывают на допросы. Один из экспертов, ректор одного из университетов, был вынужден, Гуриев, уехать за границу, для того, чтобы фактически обезопасить себя возможным арестом. Это политически мотивированное преследование всех граждан, которые позволяют себе каким-то образом противопоставлять себя нынешней власти. Конечно, рассматриваемая в эти дни, я знаю, уже несколько месяцев, рассматривается здесь, в Европарламенте, резолюция. Скоро, наверное, она будет вынесена на рассмотрение, резолюция о состоянии дел с правами человека в Российской Федерации. Конечно, она требует принятия, требует поддержки. Я призываю членов Европейского парламента отнестись к этому, скажем так, не в плане, не в стиле риал-политика, а в стиле, скажем так, опираться на свои принципы и ценности, которые всех нас объединяют. А что касается узников 6 мая, которые завтра начинают судебное разбирательство, конечно, я призываю инициировать короткую срочную резолюцию на предстоящую сессию с тем, чтобы призвать российские власти одуматься и обеспечить абсолютно правовое решение и освободить этих молодых ребят. Еще одна тема существующая, которая очень сильно волнует в плане суверения прав человека, это связано, конечно, с Сергеем Магницким, с его пытками, смертью. Вся эта трагическая история, конечно, она не оставляет никого равнодушными, и она будет продолжаться. Это требование к правосудию, требование к справедливому рассмотрению этого будет продолжаться, продолжаться оставаться в поле зрения внимания всех правозащитников и политиков. В прошлом году Конгресс США принял так называемый акт Магницкого, в соответствии с которым на тех людей, которые повинны в пытках и смерти Магницкого, а также другие нарушители прав человека, они подвергаются ограничениям въезда в съемные штаты. И ограничения по владению финансовыми или экономическими активами, имущественными активами на территории Соединенных Штатов. Европарламент год назад принял такую же резолюцию, рекомендующую правительством своих стран принять такие же ограничения, поскольку это не ограничение против Российской Федерации, это не ограничение против граждан Российской Федерации, это не санкции против страны, не санкции против народа, Это лишение привилегий нарушителей прав человека, которые нарушают законы, которые нарушают нормы Европейского Совета, нормы, прописанные в Конвенции по правах человека и основных свобод. И, конечно, мы всячески не только рекомендуем, а предлагаем, конечно, ускорить процесс дальнейшего политического разговора со своими правительствами для того, чтобы это стало реальностью. Это реальная поддержка российскому правозащитному движению, реальная поддержка российским демократам, борющимся за строительство в Российской Федерации демократического государства, так как это прописано в нашей Конституции. Сегодня взамен того, или, скажем так, в ответ на вот это расшатывание, которое рассматривается так, я имею в виду принятие акта Магнитского и эти ограничения, это рассматривается властью как размывание стройности вертикали российской нынешней власти. Взамен, как бы в ответ на этот шаг, российские власти инициировали просто требования к Европейскому Союзу немедленно ввести безвизовый режим для так называемых синих служебных паспортов. То есть, чтобы российские чиновники получили привилегию просто, когда они хотят ездить в Европейский Союз, в то время как простые граждане будут по-прежнему находиться в сложной процедуре получения виз. И заблокировали тем самым принятие уже согласованного соглашения между Россией и Европейским Союзом, соглашение об облегчении визового режима. Облегчение означает получение трехлетних виз, означает получение пятилетних виз простыми гражданами, включая студентов и бизнесменов и так далее. Это так, что если не даете чиновникам свободный въезд, все граждане будут ограничены в своем праве ездить за границу и общаться с гражданским обществом Европейского Союза. Это недопустимая вещь. Я надеюсь и уверен, что правительства стран Европейского Союза не примут такое требование, отвергнут такое наглое, необоснованное требование о введении таких особых привилегий, незаслуженных привилегий людям, которые на это не должны рассчитывать. Поэтому, дорогие друзья, я, когда выступаю здесь, всегда считаю, что мы объединены общими ценностями, поэтому говорю с точки зрения того, что мы обязаны друг другу помогать, морально помогать, поскольку мы все члены Совета Европы и мы все подписали соглашение, которое обязывает всех нас стоять на тех принципах, на тех ценностях, которые нас объединяют. Спасибо вам. Благодарю вас, господин Касьянов. Thank you very much indeed. And now I have a pleasure and an honor to give the floor to Ms. Вилла Алексеева, Moscow Helsinki Committee, and I think everybody knows that Ms. Вилла Алексеева is one of the towering figures in Russian descent, in Russian dissident movement, and I would describe her as the founding mother of the Moscow Helsinki Group. Госпожа Алексеева, соглашаю честь для нас. Показали огромную честь, согласившись приехать, и прошу, прошу. Во-первых, спасибо за приглашение. Я думаю, это очень своевременное приглашение, то, что нам дали возможность здесь говорить сегодня, потому что начинающийся завтра судебный процесс над узниками 6 мая, так уж получилось, сконцентрировал в себе все наши проблемы, вот эту новую для нас тенденцию в политике власти, наступившую, начиная с инаугурации на третий срок президентский срок Владимира Путина, когда взаимоотношения власти и общества начали строиться не на прежде поддерживаемом власти негласном общественном договоре. Мы вам даем стабильность и улучшение материального положения. Вы отказываетесь от части своих прав, не мешайте нам править. К сожалению, такой общественный договор существовал негласный в первые два срока президентства Владимира Путина. А к третьему сроку этот общественный договор себя исчерпал, потому что власти не выполнили тех условий, на которых он был заключен. Права-то они у нас все отняли. Надо сказать, что если посмотреть на вторую главу Конституции нашей, где перечислены права и свободы российских граждан, то вы увидите, или мы это знаем, может быть, вам это не будет видно, что на самом деле мы уже лишились всех прописанных в Конституции гражданских прав, кроме одного. Свободно выезжать за рубеж и возвращаться в свою страну. Пока это право у нас еще не отняли. Но единственное, остальные все отняли. А вот то, что обещали взамен за это дать – спокойствие. И, как Путин сам говорил, очень неграмотно с юридической точки зрения, но понятно, диктатура закона. То есть правление на основе закона. Люди, уставшие от хаоса 90-х годов, неизбежного после краха советского государства периода, хотели спокойствия и власти закона. А что мы сейчас получили? Полное беззаконие. Это не просто я говорю так, полное беззаконие. Это так и есть. Власть, наша законодательная власть, наша Дума, начиная с декабря, пришедшая после протестов, требовавших честных выборов на свои места, эта Дума выпустила целый, ну я не знаю, просто залп законов. Один страшнее другого. Они направлены против прав и свобод отдельных групп российского населения, а некоторые против всего российского населения. Например, такой закон, как закон о государственной тайне, который уже принят и вступил в действие, пока МИС не используется, но может вступить в любую минуту в силу. Вот то, что мы все находящиеся здесь сидим в Брюсселе и вам рассказываем о ситуации с правами человека в нашей стране, это вполне может стоить нам довольно длительного тюремного срока по этому закону. И я не сомневаюсь, что точечно он будет использован. Я не знаю, кто из нас, из здесь присутствующих, подпадет под этот закон, но может попасть любой. Все наши законы так принимаются и так используются точечно. Вот уже в этом полное беззаконие. Закон о прописке. Слушайте, после того, как в 1861 году было отменено крепостное право, и после того, как в хрущевские времена раздали паспорта крестьянам, которые практически были закреплены за колхозами, как крепостные до революции, после этого российские граждане, согласно Конституции, могли передвигаться свободно. Сейчас закон, сиди там, где ты прописан, где вся регистрация есть и нет, огромный штраф до полумиллиона рублей, это неподъемный при наших зарплатах штраф. Неподъемный за всю жизнь не выплатить. И тюремный срок, если не выплачиваешь штраф. И вот все то, что я рассказал вам, и закон о митингах, и закон об общественных организациях, я надеюсь, вы слыхали об этих законах, все это, как сконцентрировано, да, и вот сейчас вот наметившееся не то третье дело Юкоса, не то просто преследование экспертов, чтобы не повадно было правду говорить публично, непонятно пока, вот все это сконцентрировалось в деле узников 6 мая. Вот кто эти люди? Это рядовые москвичи. Там ни одного руководителя и организатора этого митинга и других митингов среди Алиссоль отбывающих арест нету. Это случайно выхваченные из толпы участники митинга, согласованного с властями. Уже не раз были такие митинги. Они проходили совершенно мирно. Люди приходили на них с детьми совершенно спокойно и зная, что все будет в порядке. Случайно выхвачены люди. Среди них есть такие, которые первый раз пошли на такой вот митинг, а им предъявляют участие в массовых беспорядках. На европейцев это может действовать. Они видели беспорядки в Греции, во Франции, в Британии, даже в Швеции за последнее время. Я вас уверяю, вот если вы не поленитесь прочесть эту брошюру, вы тоже убедитесь. Никаких массовых беспорядков не было. Насилия со стороны тех, кто вышел на митинг, не было. Было насилие по отношению к этим ничего не подозревавшим людям со стороны властей. специально созданная ситуация, когда ОМОНовцы набросились на ничего не подозревавших граждан и их естественное сопротивление людям, которых начинали бить, или помощь тем, кого били. Вот за это арестовали и люди, которые первый раз вышли на согласованность с властями митинга, оказались в тюрьме перед угрозой длинного срока заключения за участие якобы в массовых беспорядках. Для того и придуманы массовые беспорядки, что за это можно большой срок дать. Тяжелая статья. И что я могу сказать? С гордостью. Во-первых, я могу сказать с гордостью, что массовых беспорядков не было, что все массовые мероприятия в нашей стране проходят мирно. Я горжусь этим. Это показывает, что наш народ, который никогда не жил при демократии, уже готов жить при демократии. Созрел для этого? Мы умеем мирно защищать свои права, не прибегая к насилию. Это первое. А второе. Эти случайно выхваченные из толпы люди, совершенно не ожидавшие для себя такой судьбы, каждый из них уже там, в тюрьме, сумел стать гражданином и сказать, мы имели право выйти на митинг, мы ни в чем не виноваты, мы не признаем своей вины, мы требуем обеспечения права на мирные митинги, шествия, демонстрации. Неожиданно рядовые участники огромного, я не знаю, сколько там, сколько считается было в митинге, 70 тысяч человек в митингах, по крайней мере, 70 тысяч, может быть, больше. Вот рядовые, случайно выхваченные граждане, я могу с гордостью сказать, оказались героями, потому что в ситуации, в которой они оказались держаться, так как они оказались с героизмом, я горжусь этим, и мы их поддержим, как можем, это для нас очень важно, потому что, если, вот для чего власти все это сделали, почему случайные люди выхвачены, они надеялись, что эти случайные люди скажут, да, конечно, были массовые беспорядки, мы виноваты, не судите нас строго, и им удастся создать показательный процесс, такой, как, я не преувеличиваю, как Сталин устраивал в 37-м году на изумление всего мира, когда Фехтвангер приезжал в Москву и говорил, слушайте, они сами каются. Вы понимаете, это очень важно, чтобы процесс 6-го мая, на котором будут судить наших героев, не вышел, как показательный процесс 37-го года. Мы их поддерживаем, мы за них боремся, и я вас прошу, поддержите их так, как можете. Это важно не только для нас, это для всех важно. Какой будет страна России, потому что если 6-е мая, узики 6-го мая будут осуждены на показательном процессе, какой-то, который удастся создать, как в сталинское время, обмануть весь мир, прежде всего Европу и Америку, у нас, с нами они не считаются, они понимают, что мы не поверим, то наша страна после этого процесса окажется хуже Советского Союза в брежневские времена. Не такой, как в сталинской. В 21-м веке это невозможно, но они об этом мечтают. Так не дадим вместе, и мы, и вы не дадим этого сделать. Вам тоже опасно иметь такого соседа, как и был Советский Союз, да еще в сталинское время. А теперь, когда он понимает, то он бы имел, теперь он нефть и газ имеет. Вы его боитесь из-за этого. А вот узники 6 мая не боятся. Будьте как они, поддержите их. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Now we have a pleasure and honor to give the floor to Mr. Paweł Khodorkowski, President of the Institute of Modern Russia. Thank you very much. First of all, I'd like to express my gratitude и позвольте поблагодарить вас за эту возможность выступить здесь. Спасибо за приглашение. February 6 of 2012 was a very important date and framework of today's topic. On that day, Vladimir Putin declared then the Prime Minister of Russia that we do not have political prisoners in our country. On April 25th 2013 during his annual phone-in for the citizens, he repeated this mantra now being the president of the Russian Federation once again. He repeated this assertion that we do not have political prisoners in our country. So when we talk about the problem of political prisoners in Russia, we have to frame it in this context of Mr. Putin's view because, unfortunately, as it became abundantly clear in the last couple of years, when it comes to political prisoners and people like my father that had the unfortunate peace becoming one of those political prisoners, it's the president's, Putin's view that's the only view in Russia that matters. But does that suggest that the president is in denial of the fact that we have political prisoners? I don't believe that he's in denial. He's been renowned for being very much a streetwise person. He cannot be in denial, at least not genuinely, because he is the ultimate arbiter of the so-called vertical of power. And that vertical depends on the justice system more, to be more exact, on the subjugation of the justice system to maintain the political power and the omnipresence of Mr. Putin himself. And that, by definition, means that he and his cronies use justice as a political tool as a weapon to elevate their own position and keep their opponents down. So, President Putin knows quite well that there are political prisoners in Russia. And he knows it primarily because he is the one that created that. He designed a system that arrests and locks up those who challenge his rule. Then why does he refute the existence of political prisoners? He refutes their existence because he needs to silence dissent without sacrificing his public image. So, certainly, as his popularity continues to add in the last couple of years and as Russians become wary of his constant presence in their lives, he needs to appeal to his poor constituency. President Putin's supporters share his values. Above all, the strong Russia that, prioritizes the discipline, certainty, and stability that he wants used to represent. In this regime, the centers are not tolerated. At best, they are dismissed as eccentric and misguided. Often, they are labeled unparalleled as patriotic and portrayed as pawns of the liberal Americans and Americans. Sometimes, when they're a genuine threat, the state concats a criminal case against them, as it did twice in case of my father. And that's why it's so easy for the Kremlin to claim for the Kremlin. Yet for those who fought against the rigidity of the Soviet state, like Ignore and Helena, must be a very disappointing case of the Javidu. I think that President Putin denies existence of political presidency, because he simply has been apparent in my father's case. The Kremlin assertion of Amnesty International's designation of my father as a prisoner of conscience is that that's irrelevant. For President Putin, his response to the International Bar Association report on the second Khodorkovsky trial didn't mean to be against. For President Putin, the opinion of the eminent distinguished members of the presidential council that issued the report an extensive report on the second trial of my father that said it was a farce and requires the verdict to be annulled. For him, it counts for nothing. And after all, that report was the mission that the president did. This suggests to me that the fate of political prisoners in Russia will not change as long as the system, the political system in Russia, remains as a dispute. In fact, it's clear that as a position to the regional reasons, the authorities will have to use political repression more frequently, more violent. If President Putin truly cared about the future of the Russian people, huge reform. But reform is not part of their vocabulary. It risks compromising the entire edifice on which the structure has been moved to be. And no, President Putin's response to opposition is instinctively to silence it, either by locking up individuals, such as my father, or by using law enforcement to intimidate and subdue the citizenry, like in the cases of the 60-year-old. Demonstrators. A pessimist would say on that evidence that things in Russia will get worse. And it could be so. But I, for once, very optimistic about the future prospects. And I believe that things in Russia have been better. The speed at which that happens is directly related to the Kremlin's political strategy. President Putin seems to have put himself into a corner. I frankly think that, for him, reform means jeopardizing everything that sustains him. Yet repression means emboldening an opposition that still grows stronger and more bustingers. Herein lies the Putin's yet another Rokston that happened today. Somehow that paradox is going to stretch things to the breaking point in Russia. And that's the reason to why I'm relatively up to the prospects in Russia. Поэтому я относительно оптимистичен в отношении перспективы рефлора в нашей стране. Путина искренне считает, что заборная liberальная демократия является российской 90s underbore shields. But in reality this belief is not based on either evidence or intellectual cost. It's based on a simple equation that western liberal democracy is incompatible with the acquisition of the Jewish power. And it's incompatible with the maintenance of the political system based on corruption as it is used in Russia. It's incompatible with the manipulation of the judiciary to sustain such power. In other words, it's not that western liberal democracy is no good for Russia. It's simply no good for Kremlin. So instead, Putin architected what became known as a sovereign democracy. And for a while this authoritarian model worked. And for a while this authoritarian model of the 98 in Russia became wealthier, today the disenchantment was president Putin's policy is becoming clear. This is partly to do with his stranglehold of power and his refusal to allow to turn to the blast and it's also partly to do with pervasive corruption. I'm trolled with the pro-crative regime, which people are hired to pay prides and the extortions really eliminates the very base of support in the long run. It's also partly to do with the gradual slowdown and economic growth. That social contract, which I mentioned previously today, is no longer in place. The middle class that was initially enthusiastic about the goals of their purchasing power becoming Mr. Chancellor, because they are now all held together and they're making Russia's a meaningful change. However, as I've already said, I have my doubts as to whether the current regime is flexible enough to change the number one. So can the Kremlin both satisfy the aspirations of millions of people who are the genuine democracy while at the same time keeping its grip on all the power in Russia? I don't think so. the lesson we have dropped in the market in Europe is that something has done in this situation. And to my mind, the situation will only be resolved by the president that Putin is living on us. Or in some case, if Putin will be in the case of the Constitution and the next term. Or, and that's the worst scenario for everyone, or as a result of mass, a scenario of mass protests in Russia. So that's all, many people around him will want to maintain the system, even if Mr. Kutish himself is a liberal liability. So my view is more optimistic, and that's primarily because I have faith in the Russian people. After all, they become too smart and too stubborn to globalize and go on living in a state. We have experienced the degree of economic freedom in the past couple of years and we're now demanding economic and democratic freedom at the same time. The example of Europe is an inspiration here because ultimately the desire of citizens to build a better society cannot be stopped. That also has been want to be of my brother. In fact, back in 2001, he founded the Open Russian Foundation to help build a stronger civil society. He also founded Opposition Party to both left and right to help torture for pluralistic and whatever marvick people. And 10 years ago those actions and landed him in jail. Throughout this time in the present he didn't focus on the future, not his own future, which remains in the hands of the present, as I mentioned, but on Russia's future. He's written many books and articles outlining his vision of Russian political economy and social development. He's engaged in lengthy public correspondence with the officers and leaders, human rights activists and journalists. He's very grateful for the support that he has received from most inside, and also in Russia. And I want to extend to the members of the European Parliament, my gratitude and the followers profound thanks for the constant solidarity that we continue to receive from the years ago. Спасибо от имени моего сына за поддержку за все эти 10 лет, которые, в течение которых он сидит в тюрьме. Спасибо от имени моего сына за организацию этого важного мероприятия. The support sustains him в честь 50-летия моего сына 26-го дня. Not only the absence of his family and his physical isolation, but also the dizzying legal merry-go-round of his cases that continue to perpetrate and characterize the case. So let me give you a couple of moments of what has been happening in this late. So at the same extent that he is going to be released in October of 2014. And then Russian symptoms in the last year. But my real concern here is the possibility of the third set of charges. We know that Russian investigative committee was possibly investigating my father and his associates and they're trying to come up when a new set of charges is going to be a set of charges and trying to form new events. The situation may be quiet in the light of the upcoming Sochi Olympics in the beginning of the next year. Because the version of the first set of charges was going smoothly as possible. It was a landmark event for him. But he certainly does want people to think about the deterioration of the human rights record and the political president while people are doing such games. But after the game, there could be a new that the legal assault on my father and other people who have not participated in the protest. and other people and other people who have participated in the past. and the case of the late of the late couple of cases that have been resulted in Russia. But the real tragedy is the fact that it's not the only war. The real tragedy is the fact that it's not the only war. The real tragedy is the fact that it's not the only war. The many cases of political prisoners in the past ten years. and the number of these cases continue to grow. And the number of these cases continue to grow. as Mr. Putin has suggested a number of times that he has suggested a number of times that he has said. But that has been my father's determination not to do something and my father's decision to not do this and continue to fight not only for their own rights but for their rights and for their rights in Russia. Unfortunately, as long as he and others remain in prison, Russia as a whole as a country will not be free. And I'm convinced this change where internal freedom can only come from within. But Europe has a strong role to play here. to help them shape and support the government in the country. Russia, and Europe, can help us. The European Union should significantly increase the support of the citizens of the society, because and now the citizens of the society are dealing with unprecedented repressions. And the leaders of the European Union should seriously think about that that is that is the visa policy. That is the visa policy. It is the visa policy. The visa liberalization is a good thing and principle and I believe that that question is a very good thing. I believe that it should be able to travel over the world and have a benefit of the visa regime. and that should not be centered around the survey of the desires of the service However, I don't think that the visa policy is to be able to be able to corrupt to the violent bureaucrats, some of them responsible for the persecution and death of Сергея Магнитского to be able to give the visa free access to the visa free access to that could happen very soon. that the momentum towards the visa is maintained to be able to service to the European Union. At the very least members of states could agree that prevents Russian human rights from entering the visa of the sort of the visa of the US Congress could be linked to the visualisation of the report. You saw the curious reaction from Russian leaders to what Congress did. It was a sign of just how much they value the sort of access that comes by being able to travel by being able to travel to their assets and to a to the peace country. Well imagine how much more power the effect would be in Europe given its proximity and given the fact that Russian birthrats frankly view of the Europe's their 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 land they the their 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 it's their occupation of the don't seem to use the use of Европа должна воспользоваться этой возможностью. Европейские правительства должны делать, чтобы това человека находили в самом цене внимания при обсуждении будущего партнерства Европейского Союза и России. Немало членов Европейского парламента знают, что значит депрессии. Были же политически заключенные в свое время и в тех странах, которые сегодня являются полноправными членами Европейского Союза. И не следует об этом забывать. Российское правительство, Кремль, безусловно, хотело бы, чтобы мы забыли об этом. Поэтому правительство пытается нас всех убедить, что политзаключенных нет, что это просто преступники, уголовные преступники. Однако в случае с моим отцом, например, в чем он обвиняется? Он обвиняется в том, что у него был бизнес, который успешно работал. Он обвиняется в том, что был филантропом, в том, что был щедрым, в том, что он был визионером, то, что у него было свое видение до страны, и это видение не совпадало с видением российского правительства. И, как я уже говорил, моему отцу 26 июня исполнится 50 лет. Это будет 10-й день рождения, который он отметит в тюрьме. И я хотел бы призвать вас оказать поддержку моему отцу. Мы проводим акцию «Поздравления с днем рождения», предназначенной моему отцу. Вы можете в интернете нарисовать такую открытку, и она будет отосвана моему отцу. Вы при выходе из этого зала можете получить дополнительную информацию о том, как можно послать открытку моему отцу. Уже 10 лет прошло. Если он останется в тюрьме до октября 2013 года, можно будет говорить о том, что он прерывал ровно 10 лет в тюрьме. 10 лет одиночества. Первый раз, когда я с ним разговаривал, мне было 18, ему было 40. И мне кажется, что прошла уже целая жизнь. Так много всего изменилось. Жизнь тогда, 10 лет назад, была совсем другой, нежели сейчас. Елена Михайловна, вы совершенно правильно говорили о том, что то, что происходит сегодня, похоже на то, что происходило в России в 1937 году. Россия сегодня уже не такая страна, какой она была еще 10 лет назад. Однако я оптимистично смотрю в будущее. Я надеюсь, что будущее будет светлым. Пожалуйста, окажите нам поддержку в освобождении моего отца. Его нахожусь в тюрьме – это скандалы. Скандалы, о котором говорите не только в России, но и за рубежом. И я очень обрадовалась, когда услышала о том, что вы говорили, что мой отец – политический заключенный не только России, но и всей Европы. Оказание давления на российское правительство и требование реформ, требование изменений будет очень важным для 142 миллионов россиян. И для европейских стран помогите мне добиться освобождения отца. От уважения отца не только на благо моего собственного блага, не только на благо моей семьи. Я женился, у меня родилась дочь, ей 3,5 года, и мой отец еще никогда ее не видел. Но я говорю не только о своем благе. Россия – страна, в которой живут люди, которые могут быть равноправными партнерами в развитии наших отношений. Благодарю вас. Мистер Павел Ходорковский, thank you very much. Благодарю вас, мистер Павел Ходорковский, а сейчас я хотела предоставить слово адвокату господина Михаила Ходорковского и Николая Кавказского, Вадиму Павел Ходорковскому. Уважаемые коллеги, гости, друзья, добрый день и спасибо большое за организацию этого мероприятия, за приглашение сюда. Для нас, безусловно, очень важны и ценны ваше внимание и ваша поддержка. Вместе с тем, как и до меня уже мои коллеги упоминали, я тоже полагаю, что и в интересах Объединенной Европы добиваться, добиваться так настойчиво, как это она умела делать, даже в те времена, когда имела дело с страной, названной империей зла, чтобы Россия была не только крупнейшим поставщиком газа и коррупции, но и на практике разделяла общие ценности Европы. Или уж во всяком случае придерживалась их в силу взятых для себя обязательств. Поэтому я думаю, что это обсуждение в общих интересах. И еще раз за это спасибо. Вами коллеги, я адвокат, не политик, и, честно вам скажу, не хотел им быть и надеялся, что этот период в моей жизни уже прошел примерно 20 лет назад. Но, к сожалению, осуществляя защиту по уголовным делам сегодняшней России, особенно защиту таких людей, как Михаил Борисович Ходорковский, как один из узников Болотной, Николай Кавказский, невозможно, работая по таким делам, оставаться просто юристом. Невозможно, потому что такие ценности, как милосердие, гуманизм, да и само право и правосудие, не являются ценностями для сегодняшней российской власти, как и даже сама человеческая жизнь. Работает неправо, работают иные механизмы под прикрытием видимости правовых процедур. И выступают эти правовые процедуры лишь в роли не более чем деклараций. Когда в Советском Уголовном Кодексе были так называемые политические или диссидентские статьи, это были ужасные времена. Но, с другой стороны, тогда было понятнее и в каком-то смысле честнее со стороны власти. Если слово «честность», конечно, здесь позволительно. Теперь, как известно, у нас в Уголовном Кодексе политических статей нет. И наши власти, официальная пропаганда действительно очень любят повторять, что нет политических статей, нет политических заключенных. Откуда им взяться-то? Мы же не преследуем никого за политическую деятельность и за политические взгляды. Собственно, прием достаточно примитивный и не новый. И таким приемом одновременно решаются две задачи. Не только репрессировать оппонента, но и дискредитировать его в глазах общества, в глазах сторонников. Жулик, мол, а никакой не политик, не оппозиционер. А потом еще сказать, ну и где же тут оппозиция, с кем говорить-то? При поддержке агрессивной провластной пропаганды получается иногда, к сожалению, достаточно эффективно. Особенно с учетом того, какую силу имеет государственное телевидение в нашей стране. И эта сила сильно превосходит возможности интернета пока. При этом доступа на государственное телевидение, конечно, никакой инакомыслия не имеет. Какие еще тенденции, с моей точки зрения, характеризуются нынешнюю ситуацию в России в контексте обсуждаемой нами сегодня темы? Ну, во-первых, раньше обвинительная власть, Следственный комитет и прочие силовики выполняли исключительно команды власти политической. Сегодня эта ситуация изменилась. Сегодня они уже сами сила, претендующая в том числе на силу политическую. Но они, безусловно, репрессивная власть. И они уже сами и десижн-мейкеры, и ньюс-мейкеры. И они, собственно говоря, этого и не пытаются уже скрывать. Они уже прямо говорят. По сути, они говорят следующее. Будет так, как мы скажем. И посадим за то, что много выступает, коррупцию разоблачает и нас критикует. Про сути я чуть-чуть только упрощаю конкретные высказывания официальных представителей сегодняшней силовой власти. И вот поскольку он нас критикует и коррупцию разоблачает, то пусть это делает из тюрьмы. Оттуда тоже можно. Буквально эти слова принадлежат официальному представителю Следственного комитета Российской Федерации. Человеку, который уполномочен доносить до общества официальную позицию этого ведомства и носит на плечах погоны генерала. Значит, у них такой карс-бланш. Высшая власть молчаливо одобряет, поддерживает эту активность. При этом достаточно цинично заявляет, что не вмешивается в деятельность следствия и суда. Очень благородный, казалось бы, посыл. Но дело в том, что ей уже и не надо вмешиваться. Следствия и суды уже сами знают и сами понимают, как и что им нужно делать. Более того, они сформируют спрос на то, что они делают. Спрос со стороны политической власти. Они понимают, что власть, во-первых, заинтересована в поддержании атмосферы страха в обществе. А во-вторых, что власть нуждается в их лояльности и их исполнительности. Их – это следствия и судов. Особенно в самых главных политических расправах. Все это репрессивные органы полностью обеспечивают, соревнуясь между собой и генерируя все новые сюжеты о разнообразных врагах. Внутренних и внешних. Такой вот получается тандем власти политической, власти репрессивной. Но, с моей точки зрения, сегодня это уже именно две власти. И они нужны друг другу. Далее. Раньше были дела против личностей. Вот Михаил Ходорковский был единственной целью. Конечно, еще была целью компания ЮКОС, очень привлекательная. Но как личность он был единственной целью. Остальные узники ЮКОС – это заложники. Затем появились дела против некоторых групп. Небольших и в каком-то смысле маргинальных. Ну, там нацболы у нас есть. Вот было дело Пусси Райт в прошлом году. Но теперь у нас дела об организованном профессиональном экстремизме. То есть, ни больше, ни меньше, как о вредительстве внутренних врагов. Если чуть-чуть, то всего перефразировать. Всего чуть-чуть. А если послушать, что говорят пропагандисты, то ровно это и говорят. Этих людей обвиняют в посягательствах на сами устои и ценности государства. Причем по сговору с врагами внешними. И самым характерным примером здесь является болотное дело, процесс, который завтра начинается. И здесь же иностранные агенты, о чем говорила Людмила Михайловна Алексеева. И теперь уже и эксперты. Ученые, позволившие себе оппонировать власти в особо чувствительном для нее вопросе. Причем эксперты сами по себе не только далекие от политической активности, но и вполне лояльные действующие власти во всем, кроме этого. Получается, что в орбиту жертв политических репрессий вовлекаются все более широкие слои общества. Вот дело о болотной. Кто эти 12 обвиняемых? И еще там есть примерно столько же, которых ждет то же самое, что начнется завтра в отношении первых 12. Это в большинстве своем вчерашние дети, сегодняшние студенты или совсем недавно закончившие вузы. Вот Павел по возрасту был бы одним из самых старших обвиняемых в этом деле, так же, как и мой сын. Все остальные и в большинстве своем младше. Там есть 19-летние, 20-летние ребята. Их между собой ничего не связывает, никакая политическая активность. Они между собой не знакомы были до того момента, как стали обвиняемыми в одном деле. Они действительно случайно выхвачены по видеозаписям и так далее. Но есть здесь и элемент не случайный. Я его вижу по материалам дела. Собирали эту группу обвиняемых внутренних врагов по принципу Ноева Ковчега. Там есть пара ребят, интересующихся анархистским движением. Там есть пара ребят, интересующихся праволиберальным движением. Там есть сторонники свободной любви или свободных половых отношений. Там есть студенты-политологи, изучающие массовые акции, массовый протест в качестве своей избранной специальности. Ну и так далее. То есть, вот это все они посягали на основу общественной безопасности, как нам пытаются объяснить. Это они вместе с... или под руководством каких-то скрываемых, трусливо скрываемых имен организаторов в рамках этого дела, да еще и в сговоре с грузинским парламентарием, вот это они пытались не допустить третьего вступления президента Путина на президентский пост. Это, конечно, смехотворно и было бы просто смешно, если бы не год уже проведенными в тюрьме и не начинающийся завтра процесс, грозящий, к сожалению, еще не одним годом там же, сломанными судьбами, разрушенным здоровьем. Они не политики, они даже не активисты. Но власти надо, чтобы люди из всех сегментов гражданского общества понимали, они все должны бояться сидеть тихо и не высовываться. Для этого и затеяно болотное дело. Для этого и такая свирепость в отношении ребят, только начинающих жизнь и не совершивших, я подчеркиваю, это ничего преступного. Я хочу здесь сделать акцент на расхожей, выпущенной тоже с помощью нашей пропаганде, такой вот позиции, что нигде в мире нельзя бить полицейского, и везде это пресекается. Да, это правда, но только с двумя оговорками. Полицейскому нельзя сопротивляться до тех пор, пока он действует законно. Когда полицейский действует незаконно и применяет еще при этом силу и специальные средства, то оборона таким незаконным действием является неотъемлемым правом каждого человека. Этот институт в законодательстве называется необходимой обороны. И второе. Пресечение действий активно протестующих совершенно не означает, что это должно повлечь их уголовное преследование с длительными тюремными сроками. И таких примеров в современном мире просто нет. Как и какой сейчас делается из болотного дела. Просто нет. И вот об этом, к сожалению, наша пропаганда не договаривает, а ее слушатели порой не додумывают или упускают. Так вот, никакой даже попытки при этом, никакой даже видимости расследования и оценки провокационной роли властей, которая и привела, действия которых привели к тому, что было на болотной 6 мая прошлого года. Потому что это именно власти сначала сделали все для того, чтобы мирная демонстрация обернулась столкновениями. Начнем с того, что власти просто не допустили участников массового шествия в то самое место, которое сами же и согласовали. Болотную площадь перекрыли тройным оцеплением. И все, что происходило дальше, происходило за пределами болотной площади. В то время, как в согласовании местом проведения, конечным пунктом шествия и местом проведения митинга указана именно болотная площадь, а не что иное. Так вот, спровоцировав это, затем власть проявила запредельную, ничем не оправданную и нарочито показательную жестокость в отношении участников мирного протеста. Вместо того, чтобы расследовать эти действия и дать им честную, справедливую оценку, власти делают преступников из этих ребят, не только не имея ни малейших доказательств преступления вообще, и их вины в частности, но и фальсифицируя их. Выступая в конце 2010 года в Хамумническом суде Москвы, мой подзащитный Михаил Ходорковский, обращаясь к суде, сказал «Ваша честь, сейчас вы по требованию прокуроров проштампуете их лживые обвинения о том, что я украл продукцию собственной компании путем того, что я ее купил с прибылью для потерпевших. Если вы это сделаете, то завтра эти прокуроры просто плюнут на листок бумаги, принесут его вам и попросят на этом «основании» многолетнего заключения для кого-нибудь другого. Тогда это могло кому-то показаться гиперболой. Такие слова и такая оценка. Но это не была гипербола. Ровно так все и происходит сейчас, в 2013 году. И с самим Михаилом Ходорковским, и с экспертами, которые проанализировали тот самый лживый и фальшивый приговор, и назвали его юридической фикцией, экономической бессмыслицей, и с узниками Болотной, и с Навальным. И, разумеется, такие требования следствия и обвинительной власти находят поддержку у судов. Потому что суды, особенно в таких делах, повязаны круговой порукой и уже попросту срослись в одну репрессивную систему. Систему квазилегального насилия. И вот это и есть те самые следствия и суд, в деятельность которых, как любят заявлять высшие руководители страны и их пропагандисты, вмешиваться нельзя. Во всех таких делах используется примерно один и тот же набор фальсификаторских технологий. И этот набор, опять же, отработан на деле Юкоса и теперь тиражируется в других делах. Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и мы, их защитники, многократно предупреждали об этой опасности. И она, к сожалению, реализуется. Что это за набор приемов фальсификаторских? Это лживые признания, полученные от людей обманом, шантажом и пытками. Это забалтывание простой сути многими тысячами страниц пустых бумаг, которые даже прочесть невозможно, не то что понять. Это искусственное дробление одного дела на множество дел, чтобы под прикрытием этих манипуляций все окончательно запутать, скрывать доказательства и манипулировать ими. Это умышленно размытые, лишенные логики и конкретной фактической основы, обвинения, которые предъявляются людям и от которых невозможно защищаться именно в силу их неясности, неконкретности и противоречивости, которую прояснить обвинительные власти отказываются. Это, наконец, прямая и откровенная ложь и, не побоюсь этого слова, ересь, антиконституционные и противоправные решения и заявления, произносимые от имени государства. Есть еще одна тенденция, о ней уже говорили здесь мои коллеги, последовательное, причем именно силовое удушение всякого диалога, всякого оппонирования, даже со стороны людей, вполне лояльных власти, но сохраняющих свободу мыслей и высказываний. Наиболее характерный пример последних буквально дней, безусловно, профессор Гуриев и другие его товарищи по несчастью, осмелившиеся под предложение советника президента страны и с одобрения самого президента анализировать и критиковать приговор Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Из этого же ряда приемов, то, что происходит сегодня с социологами, экологами, правозащитниками, зачисленными в так называемые иностранные агенты. Иными словами, все это направлено на то, чтобы не допустить никакой возможности общественной дискуссии и общественной экспертизы, резонансных дел, резонансных проблем, никакой критики ни изнутри, ни особенно извне. Особенно потому, что критика изнутри легче подавляется. На все такие попытки заранее готов ответ. Не учите нас и не вмешивайтесь. Это наше внутреннее дело. Мы сами без вас все знаем. Не лезьте к нам со своими западными ценностями. У нас они свои. Да и сами-то вы кто, и у вас у самих что творится. Вот примерно такой набор, с позволения сказать, оппонирования. Мы безусловно понимаем, уважаемые коллеги, что только мы сами должны быть ответственными гражданами своей страны, и никто за нас не принесет нам законность и справедливость. Мы, сидящие здесь сейчас перед вами, делаем все, что можем, в меру наших сил, каждый на своем месте и в сотрудничестве. И то, что мы делаем, направлено на реализацию старого советского Людмилы Алексеевны диссидентского лозунга «Власть соблюдать свою конституцию». Ничего более правильного сегодня не существует. Мы также все понимаем, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты Европарламента, и про ГАЗ, и про Реалполитик, нынешней ее интерпретации. Но позвольте спросить, разве может Реалполитик разрушать фундамент, на котором возникла сама европейская цивилизация? Разве позволяет Реалполитик согласиться с тем, что попрание неотъемлемых прав человека, включая право на жизнь, здоровье, свободу и справедливый суд, это внутреннее дело какой-либо страны, тем более если это страна в составе Совета Европы? Разве то, что происходит сейчас в России в 21 веке, совместимо с принципами Европейского Союза, с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, с Международным пактом о правах человека? Разве при таком отношении к фундаментальным ценностям, правам человека и верховенству права, допустим симметричный равноправный диалог, как мы опять услышали на этих днях, всего лишь дополняемый просьбам о посылке правильных сигналов и периодическим выражением озабоченности, иногда даже глубокой. Может быть, следует обратиться к опыту третьей хельсинской корзины прошлого века и взять на вооружение его, ведь он тогда реально помог многим преследуемым людям, политическим заключенным и потенциальным политическим заключенным. И в завершении своего выступления хочу, уважаемые коллеги, рассказать вам один эпизод. Он тоже имел место в зале Хамовнического суда на втором так называемом процессе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Там на свидетельской трибуне свидетельствовал гражданин Франции, в прошлом член Совета директоров компании ЮКОС. Он, владея хорошо русским языком, назвал обвинение по этому делу бредом силой кобылы и подробно обосновал фактами эту свою оценку. Безусловно, он за это был подвергнут унижением и оскорблением со стороны прокуроров, государственных обвинителей в процессе, которые пытались либо заставить его замолчать, либо отказаться от своих показаний, либо как-то запугать, поскольку их позиция была разоблачена, они были разоблачены во лжи, и они были бессильны опровергнуть по сути эти показания. И это продолжалось достаточно долго. Так вот, этот гражданин, причем я бы в данном случае слово гражданин употребил за главные буквы, этот гражданин, спокойно и с достоинством, выслушав все недостойные нападки, произнес примерно следующие слова. Он сказал, господин прокурор, я понимаю, почему вы подвергаете меня унижением, оскорблением, и что вы хотите от меня добиться. У вас это не получится. Мы более 200 лет назад во Франции провозгласили свободу, равноправие и правосудие нашими главными ценностями. Мы отвоевали право жить по этим ценностям, и мы их никому не отдадим, даже если вы будете оскорблять меня и унижать сколько угодно долго еще. Вот я думаю, что этот достойный гражданин Европы, как и многие другие в Европе, кто думает и действует так же, достойный поддержки европейских властей, активный и принципиальный. И это тоже реалполитик. Большое спасибо. Благодарю вас. Большое спасибо, господин Донскос. Большое спасибо вам, груз Оиланд, госпожа Оиланд, которая сегодня не смогла приехать, но помогла организовать это мероприятие и пригласила меня, попросила поделиться. Я был работодателем Сергея Магнитского, и вы меня сегодня прошли несколько раз. Эта конференция посвящена проблеме политзаключенных, и Сергей Магнитский был политзаключенным. И я считаю своим долгом, поскольку он погиб, добиться для него справедливости. И именно из-за своей деятельности он погиб в России и в заключении. И я считаю своим долгом добиться того, чтобы другие люди таким образом не погибали. Я не буду повторять всю историю о том, что с ним произошло, что произошло с Сергеем, это хорошо описано сегодня. Я бы хотел объяснить почему это история стала столь важной с политической точки зрения. Сергей Магнитский, в очень коротко скажу, что Сергей Магнитский обнаружил 358 дней и был убеден, и он был убеден, и он был убеден. И он был убеден, и он был убеден, и он был не единственной жертвой. Вот и там погибли тысячи людей. Что сделало из этой истории политический и символический скандал of the Russian government after they killed him? Сергей Магнитский was unusual in only one respect, in that he wrote everything down that happened to him when he was incarcerated. He raised 450 complaints in his 358 days of detention. And so we have a day-by-day documentary record of who did what to him, when they did it, how they did it, where they did it. And from that, we expected that there would be justice done for his death. And what was most remarkable to me and to everybody around, Сергей, was that in spite of this mountain of documentary evidence, they did everything that they could. Russian authorities did everything they could to cover up this camp. On the day after he died, the Interior Ministry announced that he died of natural causes, there was no signs of violence. Even though he had deliberately and sadistically denied medical attention, they said he was never sick. Even though he had covered a massive government corruption scheme, they said there was no corruption. And then they went on to promote and even give state awards to the people who did it to him. I couldn't take this injustice. I wasn't going to just accept that Russia was a unjust place where impunity reigns. And so I said to myself, if we can't get justice inside of Russia, let's get justice outside of Russia. Now, how do we get justice outside of Russia? Unfortunately, murder in a Russian prison doesn't have jurisdiction in Belgium or the United Kingdom or the United States. The crimes that were committed against Sergei have jurisdiction in Russia, and the Russian authorities refused to prosecute anyone from this place. And then we said to ourselves, well, what was this crime all about? This crime was all about the theft of $230 million in taxes that a number of corrupt interior ministry officers and government officials perpetrated and that Sergei Magnitsky exposed. And we said to ourselves, maybe we can't prosecute them for murder today. But these people who steal this money don't want to keep this money in Russia. They want to keep this money in a safe place. They want to keep this money in a place that actually has property rights and the rule of law. They want to keep the money in the West. They want to keep the money in the West. They want to travel to the West. They want to educate their children in the West. And this is something that we do have jurisdiction over is whether people should be allowed to travel to the West, whether they should be allowed to use the banking system. And so about three years ago, we came up with the idea of trying to deprive them of these privileges. And we started this process in the European Parliament and in the U.S. Congress. And it was a good idea. It was a good idea for anyone who we told this to. Because it doesn't cost a lot of money. It doesn't involve big prosecutions. It doesn't involve anything other than taking away something which is a privilege, a visa, a privilege to use the U.S. banking system. So as we started to move along in this whole thing, it got real traction in the U.S. Congress. And eventually, we found a number of U.S. politicians on both different sides, on the Republican side and Democratic side, who sponsored what was originally called the Justice for Sergei Magnitsky Act. and the Justice for Sergei Magnitsky Act imposed visa sanctions and asset freezes on the people who were responsible for Sergei's death. And when this idea was launched, it lit up the Moscow sky. And a number of other victims of the same type of abuse came forward in Washington to these senators and said, this is an amazing and very, very clearly resonant piece of legislation. Could you add the people who killed my father, my mother, my brother, my son to your law? And after hearing a number of these approaches, the senators who sponsored this legislation decided to broaden and they called it the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act. And they broadened it by adding about 20 words to say, in addition to the people who killed Sergei Magnitsky, this should include the people who perpetrate other gross human rights abuses in Russia. And after that, it was like a domino's falling in Washington. And everybody on both sides of the aisle, in both houses of Congress, supported it. And on December 12th, last year, President Obama signed the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act for his visa-sanctioned asset visas on people who killed Sergei and the people who killed Sergei and the other gross human rights abuses. It was a big success. Now, the Russians, then, reacted in a profoundly harsh way. The Russians said to themselves, this is just a terrible, terrible thing for us because this is what they covet most is their ability to travel and their ability to keep their money safe. And so they looked for ways they could somehow retaliate. And the first idea of retaliation was to try, they came up with a draft resolution that would freeze the assets of certain American financial institutions in Russia. And I actually saw one of these draft resolutions. And I was amazed. And I guess somewhere along the line, cooler heads prevailed. Someone probably said, if you do that, they're going to freeze Russian assets in America. And I'm sure Putin said, well, we can't have that. As far as I'm aware, the next idea that was floated around was, well, why don't we cut off military hardware supplies into Afghanistan? And I would imagine that the cooler heads prevailed saying, well, if they do, if we do that to them, then they'll stop our military supply of hardware into Syria. And then they came up with the most amazing, the most unbelievably sadistic idea that I've seen. And I've seen a lot of bad things, which was, you say, well, the Americans like to adopt our disabled children, our disabled orphans. Let's take that away. And so, shortly after the Magnitsky Act was passed, the Russian government banned the adoption of disabled Russian orphans because there was nobody who could fight back on that one. His children couldn't fight back. And I'm very sad and heartbroken to say that that just yesterday I learned of the first death of one of these orphans who was ill and if they had been adopted by an American family, they probably could have been saved. The Russians did this adoption ban partially to get back at the Americans. But they also did this adoption ban to show that they're absolutely crazy angry about the Magnitsky Act. and who did they want to show that they were crazy angry to? They wanted to show it to the Europeans. Why did they want to show it to the Europeans? Because America might be symbolic in terms of their actions. But in Europe is where the Russians keep all their money. They probably have 20 times the amount of money in Europe as they do in America and they probably do 20 times the amount of traveling to Europe as they do in America. And what the Russians really wanted to do was to make sure that the Magnitsky Act never happened in Europe. And they've been so far pretty successful. In parallel to what we were doing in Washington, we went to the European Parliament and the European Parliament through the good work of Mr. Donskis and Mr. Oiland and Mr. Schultz and various others put together and if I'm missing anybody please forgive me. The European Parliament passed a resolution last November calling on the European Council Council of Ministers to do the same thing that was done in America to impose Magnitsky sanctions in Europe, imposing visa sanctions and asset freezes on the people who killed Magnitsky and the people who do other or gross human rights abuses and there's been deafening silence. So in that time of deafening silence I then started to try to work on individual member states and one of the individual member states I went to was Ireland. I went to the Irish Parliament and I asked and I told the story of Sergei Magnitsky and I asked the Irish Parliament if they would support the idea of calling on their government to impose Magnitsky sanctions in Ireland and to use their presidency of the European Union to do the same thing. And there were a number of people that were very compelled by my testimony but one person in the Parliament said let's hear the Russian side of the story before we decide. And so they inquired and asked the Russian ambassador to Dublin to come and testify. He refused to come and testify but he did send in a letter a few weeks later and it was a four page letter and I got to see a copy and on three and three quarters pages of the letter were invective directed towards me and Sergei Magnitsky to say what a bunch of crooks we were and for the very last few sentences said and if you were to do this we will ban the adoption of Russian children by Irish parents. And immediately the people in the Parliament of Ireland folded and I don't blame them for folding as a small country and they were being threatened by a very big and very nasty and very powerful country. And what it made me realize was that there's no way that individual countries in Europe are going to be able to do this and this is the whole point of having a European Union so that Europe can stand together to deal with these types of difficult and pleasant situations. And so I come back to the European Parliament at a moment when there's an amazing when an amazing opportunity has presented itself to make this thing happen. Now while the Russians were doing all of this nasty adoption banning and by the way putting also Sergei Magnitsky himself on trial posthumously and various other terrible things and all these other terrible stories that you just heard here on the panel they've also been asking or begging I should say to get visa-free travel for 15,000 Russian officials and interestingly the European Union has said yes he said yes Now the European Parliament can't compel the European Union to impose Magnitsky sanctions it can only recommend however the European Parliament can sure veto the decision and the agreement between the European Union and Russia on these 15,000 service passports the European Parliament has the power to veto and so what's happened in the last few days and I think this is probably the most significant thing that's happened in Europe in relation to Magnitsky sanctions is that 47 members of the European Parliament wrote a letter to all foreign ministers and all interior ministers in Europe to say that they will veto this if the Magnitsky sanctions don't get passed and this is our big opportunity and there's a lot of very, very terrible things going on in Russia right now that we've all heard about and many, many more terrible things we'll never have the chance to talk about and there's very, very few things that can be done inside of Russia very few things we can do inside of Russia but this is one thing we can do outside of Russia which has a profound effect on these people and I would urge you all whether you're members of Parliament or members of the staff or members of the press to support us in putting this front and center as the way in which we get the Magnitsky sanctions passed because that's the thing that's going to happen to be possible Mr. Brother thank you very much indeed now I hear a lot of pleasure to give the floor to Miss Anna Karetnikova to Councilor of the ان regulars of the ان regulars of the grant mesmeral did you I am a part of the 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 Soviet Union and the UN I am a part of the hope of the Политическим заключенным. Кстати, должна еще тут сказать, что примерно вчера стало известно, что в гранте на эту программу Еврокомиссия нам отказала. Поэтому, видимо, мы будем дальше заниматься этим всем на общественных началах, в качестве волонтеров, как, в общем, мы это уже и делаем несколько лет. Не могу сказать, что репрессии начались в последние месяцы, начиная с 2011 года. До этого у нас был тоже достаточно богатый, к сожалению, список политзаключенных. Естественно, первыми тут были представители ЮКУСа, и Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский, и Светлана Бахмина, которую мать троих детей держали долго в колонии, отказывая ей в условно-досрочном освобождении. Нельзя не вспомнить Василия Александровна, который умер через несколько месяцев после освобождения из следственного изолятора. Мы долго вели за него борьбу, но, к сожалению, вот так сложилось. Из других дел это были жертвы компаний. К примеру, это были ученые, которых обвинили в шпионаже. Это был Сутягин. Вот, сейчас у нас тоже. Это был Данилов. Вот, были жертвы компаний по борьбе с так называемым чеченским следом. Это была Зара Муртазалеева, которую обвинили в намерении взорвать что-то в Москве. Основа это на том, что она слушала песни чеченского барда. Вот, и сфотографировала молодых людей на эскалаторе в подземном центре. Она отсидела 8 лет. Сейчас она, кажется, находится во Франции. Она сказала, что она боится жить в России. Вот, еще несколько людей проходило по этому чеченскому следу. Это, как уже было отмечено, были дела национал-большевиков. Ну, несмотря на страшное название, сидели они в основном за совершенно ненасильственные акции. То есть в основе их деятельности лежит ненасилие. Вот, но, конечно, начиная с 2011 года, когда произошел всплеск гражданской активности, власть ответила на это новым шквалом репрессий. И количество политзаключенных у нас увеличилось, ну, наверное, в разы. То есть сейчас мы можем говорить уже не о десятках, мы можем уже смело говорить о сотнях человек, включая тех, кто находится под арестом или кто находится под следствием, подвергаясь, на наш взгляд, политическим репрессиям. Правозащитный центр «Мемориал» в сотрудничестве с другими организациями разработал критерии признания политзаключенных, учитывая опыт Европейского союза, учитывая опыт международной амнистии. Вот, мы создали эти критерии, по которым мы относим людей к политзаключенным. Там действует принцип двойного ключа. Политический мотив может быть как у жертвы политических репрессий, так и у власти, которая его репрессирует. Вот, если говорить о статьях, собственно, уголовного кодекса, уже шла речь о том, что говорят, там, «Вы воры, вы наркоманы, вы, там, хулиганы». Вот, поэтому мы пытались как-то это классифицировать. То есть, в первую очередь, политические преследования – это когда гражданских активистов привлекают к уголовной ответственности в связи с реальными событиями, незаконно классифицируя их действия как преступления. То есть, это, собственно, резиновые экстремистские в основном нормы. Это статья 280 Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 282 «Возбуждение ненависти или вражды», а также «Организация экстремистского сообщества», «Организация деятельности экстремистской организации массовой беспорядки», ну, и хулиганство с такой его квалифицирующей характеристикой, как мотив тоже каких-то действий, направленных на разжигание вражды. Самый чистый пример – это тут дело Пусси Райт, которое получило наибольшую мировую даже огласку, как раз в первую очередь в связи с тем, что, ну, совершенно очевидно, что статья применена неправильно. Совершенно очевидно, тут не может быть никаких сомнений. То есть девушкам дали по два года. Ну, противозаконно совершенно. Ну, это вот антиэкстремистские вот эти нормы. Вот к тому же типу дел можно отнести, например, дело против русского активиста, довольно правых убеждений Константина Крылова. Его привлекли по этой 282 статье за экстремизм, за фразу «пора кончать с этой странной экономической моделью». Вот какая экспертиза могла увидеть там экстремизм, я не знаю. Я полагаю, что это была заказная экспертиза. И точно так же, согласно этому типу, сейчас разворачивается дело о приготовлении к массовым беспорядкам с участием удальцов, развожая Лебедева вот по этому пропагандистскому фильму «Анатомия протеста 2». Причем двое из них находятся под арестом. Нет, Лебедев уже осужден, он пошел на особый порядок и был осужден, по-моему, к 2,5 годам лишения свободы. Развожаев находится в СИЗО под арестом, удальцов находятся под домашним арестом. И очевидно тоже, что они получат какие-то реальные сроки лишения свободы. Ну, я бы сказала еще пару слов про Развожаева. Я являюсь заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Это такая добровольческая организация, которая имеет право входа в камеры милиции, в полиции, в камеры СИЗО. Вот, и когда Развожаев крикнул, уже выходя из суда, что его пытали, чтобы получить от него какую-то информацию, мы первым делом пошли к нему в следственный изолятор Лефортова. Вот, нас к нему не пускали, то есть мы вместе с нашим председателем много часов сидели, нам говорили, он на допросе, он на допросе, и только когда мы сказали, вы знаете, мы тут останемся на ночь, мы никуда не уйдем, пока мы не спросим, сейчас пытали его, не пытали его. И только после этого нам показали Развожаева, и он рассказал, что он был похищен на территории Украины, вот, брошен в какой-то микроавтобус, потом его долго держали в подвале, и в результате заставили его взять на себя преступление, которое он не совершал, угрозами, причем угрозами, убийством, уговорили, вот сейчас ты исчезнешь, и никто не узнает где ты. Вот, в последствии он от этой явки с повинной, конечно, отказался, но вот два дня он провел в наручниках, и вот, собственно, так были получены доказательства, которые теперь ложатся, в том числе, в основу обвинения не только по приготовлениям, но и по болотному делу. Иной формой уголовного преследования является фальсификация фактических обстоятельств и преследование гражданских активистов в связи с этими обстоятельствами. И эти дела обычно сложнее, потому что это не экстремистские статьи, и тебе могут инкриминировать что угодно. Тебе могут подбросить наркотики, например, как произошло с профсоюзным активистом Урусовым, как произошло с женой члена организации «Другая Россия» Таисии Осиповой, которой за хранение и распространение наркотиков дали 8 лет лишения свободы. Она мать маленькой девочки, она больна диабетом, но это совершенно не остановило никого. Вот, есть 318-я статья, очень часто применяемая против оппозиционеров. Это нападение всех, кого попало на полицию. Вот, на полицию нападали и узники болотного дела. На полицию нападал левый, наоборот, активист Римши Галимов, который был отправлен в колонию, и там он погиб при невыясненных обстоятельствах. Он выпал там из окна. Вот, 318-ю статью применяли против молодой хрупкой девушки Айгуль Махмутовой, которая якобы ворвалась в отдел и избила там четверых сотрудников полиции. Она получила за это реальный срок. Вот она освобождена. Сейчас против нее опять возбуждено это уголовное дело пятилетней давности. Вот, это что касается 318-й статьи. Еще бы я чуть сказала про дело опять активиста более правых, умеренных взглядов, Даниила Константинова, которого пытался завербовать центр противодействия экстремизму. Вот, он отказался. Через пару месяцев его обвинили в убийстве, которое было совершено раньше вот этих бесед с сотрудниками центра противодействия экстремизму. Якобы он в бытовой драке у метро зарезал человека, неизвестного ему до этого. Вот, у Константинова абсолютное алиби, как ему казалось. В этот день он находился на юбилее своей матери с друзьями и родственниками. В это самое время, то есть, его видели, он покупал подарок, его видели, есть биллинг его телефонных переговоров, есть вот эти вот съемки потока машин, которые движутся, и он был на машине, а убийство произошло возле метро. Несмотря на это, уже практически полтора года он находится в следственном изоляторе, обвиняют его на основании показаний единственного свидетеля, который только с третьего раза узнал Константинова, до этого он говорил, что его не было, и этот свидетель, ну, явно находится на, как сказать, крючке у сотрудников полиции, поскольку за это время он совершил, за время течения этого дела, шесть квартирных краж, а потом воспользовался программой защиты свидетеля. Это все обвинения против Даниила Константинова. Полтора года он находится в тюрьме. Вот такой же характер преследований людей, которые обвиняют в том, что они испачкали на юге России забор, принадлежащий губернатору Ткачеву. Это Евгений Витишко и Сурен Газариан. Они там что-то написали на заборе, якобы написали на заборе, за что были привлечены к уголовной ответственности. Но тут надо еще различать именно политическое преследование и, например, полицейскую вседозволенность. Вот последнее из дел, с которым мы столкнулись, это дело Вадима Коровина, который ехал, активиста тоже, который воевал с нарушением чиновниками правил дорожного движения. У нас в последние годы очень активно развиваются вот эти вот активисты-автомобилисты, они борются с тем, что чиновники ездят с мигалками, они их не пропускают. И вот буквально на днях он не пропустил кортеж заместителя министра внутренних дел России, который ехал по встречной полосе. Вот он там встал и не стал никуда выезжать. Его обвинили в наезде на полицейского и возбудили против него дело по статье 318, вот этой самой, что он причинил сотруднику ГАИ, кровоизлияние или кровоподтек, я не помню, как точно, но что-то очень несущественное он его причинил. Слава богу, суд отказался брать его под стражу, хотя Следственный комитет вышел с этим предложением, но вот совершенно редкий для России случай, настолько все уж было совсем бестолково и шито белыми нитками, что под стражу суд его не взял. Но уголовное дело против него при этом остается. Вот, о государственной измене было уже много говорено, поэтому зачитывать я вам текст статьи не буду, но единственное, выскажу, что как юрист я присоединяюсь к тому мнению, что по этому составу можно вот сейчас любого из нас из россиян хватать и уже непосредственно тащить в Следственный комитет и в суд, потому что мы тут давали консультацию иностранной организации. Этого совершенно достаточно. Вот о чем я хотела бы попросить, чем, как мне кажется, может быть, вы сможете нам помочь. Это, во-первых, держать на контроле известные политические уголовные дела, оказывать с ними посильное какое-то давление или влияние на власть РФ, ввести практику индивидуальных санкций против виновных в нарушениях прав человека и политических репрессиях, по аналогии с законом Магнитского, о чем сегодня говорилось. Требовать выполнение обязательств Российской Федерации в рамках ОБСЕ и сотрудничества ЕС-Россия в сфере прав человека, в частности, в части независимости суда и определения уголовных норм. А, и вот тут еще один небольшой аспект. У нас довольно много людей вынуждено было эмигрировать, потому что мы просыпаемся, мы лезем в интернет, мы первым делом видим обыск у кого, задержали кого, арестовали кого. Вот, и те, у кого прошли обыски, например, в рамках болотного дела, уезжают. Поэтому мы просили бы проявлять внимание и облегчить получение убежища в Европе для политических беженцев из России. Ну, и в первую очередь обратить здесь внимание на Украину, потому что это первая страна, куда люди пытаются уехать. Вот, ну, и последнее, это не усугублять несправедливое наказание визовыми ограничениями по формальному признаку наличия уголовной судимости. То есть обращать внимание на то, что если это какие-то политические дела, то не надо относиться к этим людям как к уголовникам, которым может быть затруднено получение визы. И последнее, что я скажу, узники 6 мая – это замечательные ребята. Они не только молодые. Там есть пожилые, там есть 51-летний и кандидат технических наук Сергей Кривов. Они держатся как настоящие политические заключенные вот в этой самой традиции. Они ведут переписку, они держатся достойно, они шутят, они умеют заслужить авторитет в камере, хотя там тяжело, в российской тюрьме очень тяжело. Ну, и на митингах я обычно заканчиваю словами «Свободу полез заключенным, один за всех и все за одного». Спасибо. Спасибо. И сейчас я удачусь дать слово нашему последнему выступающему, Владимиру Карамурзе, представитель Русской Федерации. Благодарю вас. Я сначала хотел бы поблагодарить автор Альди настоящим друзьям, не Путина, о России, поскольку вы уже давно указываете нам поддержку, поддержку гражданскому обществу и демократическим силам. И благодарю вас за то, что вы организовали это мероприятие по очень актуальной теме. Уже говорилось о том, что сегодня политическому ландшафту России характерна не только фальсификация выборов, но и настоящая государственная паранойя о так называемых иностранных агентах и множество политических заключенных, о которых говорила Анна. Павел же говорил, что господин Путин официально не раз заявлял, что в России сегодня нет политических заключенных, однако он только продолжает советскую традицию. Вы можете помнить, что в 50-е, что Никита Хрущев официально заявил, что в Советском Союзе нет политических заключенных, а тех, кто противодействует Советскому Союзу, либо преступники, либо душевнобольные. Именно так тогда и было положено начало ужасной практики до заключения оппозиционеров во психбольниках, в которых над ними зачастую проводили цикутки. Сегодня видим продолжение этой старой традиции, и немало чиновников сегодня, например, Игорь Шевалов, для себя более откровенно, например, он несколько лет назад к журналу «Экономис» дают то, что Михаила Ходорковского осудили именно за его политическую деятельность. Слышим заявление о том, что преследование Навального также проводилось очень быстро, поскольку он дразнил представителей властей. Путин проводит очень ясную пропаганду, утверждая то, что это у нас нет политических заключенных. В 90-х годах у нас действительно их не было, однако Кремль дал новую жизнь старой практике, и, может быть, наскоро будут сотни политических заключенных, как говорила Анна. Так или иначе, все это напоминает нам советские времена. В 1975-м году Андрей Сахаров перечислил 118 имен политических заключенных. Их было, наверное, больше, да. И сегодня число политзаключенных похоже на количество политзаключенных в эпоху Брежнева и Крещева. Количество политзаключенных за последнее время очень сильно выросло вследствие болотного дела, о котором уже много говорилось. И я хотел бы обратить ваше внимание на доклад, о котором говорил бывший премьер-министре господин Татьяна, в котором очень хорошо описано то, что действительно произошло на Болгарской площади. Уже сегодня проводились налоги о ситуации в 1947-м году. И я хотел бы сказать, что это больше не гипербола. Нет, это больше не гипербола. Николай Разважаев был похищен на территории суверенного государственного государства и возвращен на территорию Российской Федерации, где у него было просто из него было выдавлено признание в том, что он занимался деятельностью, которая подрывает основы государства. И, конечно, Михаил Ходорковский, самая глиматичная символическая фигура в этом году отметились уже десятилетия тюремного заключения. мы помним, Владимир Буковский, друг многих нас, Александр Гинзбург и другие получили свободу в результате обмена заключенными. И, может, сегодня можно было бы возразить эту практику. обмена, и другая практика обмена, которую могут применить европейские государства в отношении правительства Путина. И американский конгресс в прошлом году по одобрению актов Магнитского очень ясно показал, какую практику можно применять, поскольку этот акт был одобрен именно в качестве заменного документа о поправке журналистов. Вчера было публиковано письмо некоторых депутатов и я хотела бы поблагодарить этих депутатов Путина можно будет убедить только в том случае, только в том случае, что вы действительно начали говорить о документе аналогичному акту Магнитского. Во многом сегодняшней ситуации по ее стиле по содержанию решений напоминает все эти времена. Сегодня политические решения находятся в серьезном заключении в больницах. Хручев и Андропов не покупали недвижимость во Франции, не посылали своих детей учиться в Великобританию. А сегодняшние политические решения России очень дорожат всеми предприятиями. И коррупция вводящей России гораздо выше, если была в Советском Союзе. Россия и всех достаточно членов Европейского Докумбина входят в Совет Европы. Вопросы составляются правами человека, демократии и в Докумбинах закона являются вопросами международного значения, не могут находиться в ведении лишь одного государства. Вот именно эта формулировка существует в документе, которые подписала и Россия и все государства Европейского Союза. На прошлой неделе я очень сильно удивился, когда высокопоставленный чиновник Европейского Союза сказал, что не планирует в Екатеринбурге обсуждать дело Магнитского, поскольку это внутренний вопрос Россия. если мы будем верить словам Чижова, представитель России в Европейском Союзе, действительно о деле Магнитского не говорилось на саммите в Екатеринбурге и это вообще там Чижова не делает. Я хочу продолжать работу Аль Магнитского это документ востоке в Европе не должны иметь право наслаждаться всеми привилегиями, которые предоставляют жизни на Западе. Они должны столкнуться с очень ясными самцами, они должны понести личную ответственность, так чтобы в следующий раз перед тем кто подняет руку на политзаключенном или на простого человека или на журналиста или на избирателя подумали два раза что из них это делать. Визовые ограничения и финансовые санкции уже действуют в отношении чиновников режима Лукашенко и чиновников Зимбаббова. Эти санкции были введены именно потому что эти чиновники не соблюдают права человека и не соответствуют принципам демократии. Я не понимаю почему такие санкции не забывают вести в отношении российских чиновников. Я хотел бы как и коллеги закончить на позитивной и оптимистичной ноте. То есть общество очень быстро меняется и сегодня 2-3 года назад с политической точки зрения все складывается не так хорошо и Human Rights Watch окрестировала ситуацию как постоянно ухудшающуюся. Однако в России происходят и другие изменения. С конца 2011 года тысячи тысячи людей выходят на улицы и протестуют против коррупции, против несправедливости. Тысячи людей не хочет больше жить в современной России. И костяк всего этого протестного движения это современный средний класс России, жителей городов, как правило. в Москве, Омске, в Калининграде, в Владивостоке и во многих других российских городах избирателей не поддержали Путина во время выборов. первый раз за всю историю, согласно опросу Левада Тимбе, 50 граждан россиян считают, что Единая Россия это партия жуликов и воров. И только 26% хотят, чтобы оставаться на и дальше власти. Нам необходимо изменяться, нам нужны демократические изменения, и безусловно эти изменения не могут быть нам надавлены. Однако если вы хотите проявить солидарность отношения с россиянами, если вы хотите ясно показать, что все, что вы говорите о праве демократии и права человека не просто слова, тогда ясно скажите всем этим жуликам и ворам, что больше вы их видеть на своей территории не хотите. Благодарю вас. Благодарю вас. Прошу вас. Спасибо. Я здесь представляю гражданину. Я являюсь гражданкой. И тут у меня дочь, которая тоже хочет задать вопрос. Господин Ходорковский говорил о том, что его отец находится 10 лет в Тюрьме и без каких-либо оснований палестинцев и я выступаю за палестинцев и десятки тысяч палестинцев находятся в административном заключении, в том числе дети и женщины, которые там находятся более 10 лет. Господин Алексеева, я цитирую, сказала, 70 тысяч человек приняло участие митинги. Ну, это просто чудо, но я хочу действительно заявить о том, что некоторые люди приняли в этом участие и им следует поздравить. Как вы считаете, каково будущее России? Хотели ли вы быть членом Евросоюза? Спасибо. Вы хотите обратиться прямо к господину Ходорковскому, господину Алексееву? Кто захочет ответить? Я даже не знаю. Спасибо за вопрос. В качестве ответа я могу сказать только да, я действительно считаю, что, несмотря на то, что в историческом плане Россия считалась буфером между Европой и Азией, я думаю, что я говорю, ты мне всех 40 миллионов жителей России. Мы считаем, что культурно-историческом плане мы намного ближе европейской европейской ценностям и европейской истории наша страна хотела бы стать составом части Евросоюза. сет обстаклей и имеются определенные препятствия этому. Это то, что в настоящее время в России существует верховенство права и восстановление верховенства права является основной целью, после достижения которой можно будет начать разговор о вступлении в Евросоюз в качестве государства участника. Спасибо, прошу вас. Спасибо большое за приглашение. Мне здесь очень приятно находиться здесь в качестве европейской гражданки. У меня два вопроса. Еще до того, как прошла в Евросоюзе в Европе в парламенте дискуссия о том, можно ли от имени Евросоюза посещать политзаключенных, мне кажется, что это было бы очень хорошей помощью для них и предоставило бы нам возможность ознакомиться с тем, что происходит в России. все злоупотребления правами человека судя по всему связываются с Путиным, независимо от того, какую должность он занимает, президент или премьер-министра. Он в любом случае руководит Российской Федерацией. А сколько государственных чиновников Евросоюза поддерживает то, что Путин и его окружение накопили огромные богатства? Сколько у них денег? Кому это известно? Я очень быстро по последнему пункту Я очень коротко отвечу по последнему пункту в отношении денег. Чисел в Шпигеле в немецком журнале было написано в 2005-2016 году говорили о его личном имуществе. и там говорят о 40 миллиардах долларов, хотя никаких доказательств. Конечно, эти деньги хорошо укрыты, они нигде не регистрируются. Но существуют должностные лица, другие чиновники в окружении Путина, и мы видим, насколько велико их богатство, и имеются определенные доказательства. Это можно проверить в Евросоюзе, в США. Алексей Навальный блогер, занимающийся борьбой с коррупцией, раскрывает очень многие данные. Руководитель партии Путина в Думе приобрел квартиры в Флориде стоимостью более 2 миллионов долларов. И совсем недавно, два месяца тому назад, финанская газета опубликовала статью, которая говорится о том, что бывший министр печати Путина, который также отвечает за уничтожение независимых телевизионных каналов в России, и упоминается в решении Европейского суда по правам человека, якобы приобрел крупный дом Финляндии стоимостью более 2 миллионов евро. Это информация, которую публиковала финская газета. Мы также время от времени слышим определенные сообщения, некоторые из них подтверждены определенными документами, некоторые нет, но несомненно является то, что эти люди не инвестируют свои деньги в Россию, а переводят их в Западную Европу. Поэтому Европа должна пойти по пути из США и внести законопроект, аналогичный закону Магнитского. Я думаю, что мои коллеги наверное смогут ответить на другие вопросы, связанные с делом Ходорховского. Ну, что касается первого вопроса, я просто один пример могу привести, на мой взгляд, он достаточно показательный. Госпожа Мария Луисбек, депутат Европарламента и член Бундестага и ФРГ. При поддержке Министерства иностранных дел Германии и посольства Федеративной Республики Германии в Москве в течение длительного времени добивалась встречи с Михаилом Ходорковским по месту его нахождения в Карелии в колонии. и она приехала туда в конце прошлого года, если мне не изменяет память, и она не была допущена до встречи с Михаилом Ходорковским без объяснения причин. По запросу письменному, с которым обращалось посольство Германии в Москве в федеральным властям российским, пришел ответ, который, я думаю, что каждый может оценить сам. В этом ответе Федеральная служба ответственная за тюрьмы написала, что администрация исправительной колонии возражала против того, чтобы предоставить такую встречу. Но, к большому сожалению, мне не приходилось слышать, возможно, я что-то пропустил, но мне не приходилось слышать, чтобы Европарламент или какая-либо другая европейская организация выразили протест по поводу таких действий европейских властей. Спасибо. Есть ли еще вопросы или замечания? Да. Прошу вас. У меня вопрос к господину Касьянову. Вы говорили о том, что Европейский суд по правам человека рассматривает положительно множество жалоб, поданных со стороны российских граждан. Тем не менее, мы знаем, что в ответ на жалобу по делу Ходорковского Европейским судом по правам человека было дано заключение, что политическая подоплека в этом деле отсутствует. Как вы могли бы прокомментировать это решение и не говорит ли оно о какой-то ангажировости Европейского суда? Спасибо. Мои коллеги Вадим Клюган добавит, он почти главный адвокат по делу Ходорковского и знает прекрасно тему в Европейском суде по этому вопросу. Проблема в том, что первое рассмотрение, которое было в Европейском суде, это было рассмотрение по первой жалобе Ходорковского на арест. Но вторая жалоба на приговор по первой приговор, в котором он сидел, сидит в тюрьме, первый приговор, это жалоба не рассмотрена. Там, где есть обоснование политической мотивации, в том числе там, где есть мои прямые показания, а в то время я был премьер-министром, я дал прямые показания Европейскому суду о том, что арест или первое дело Ходорковского было сфабриковано по политическим мотивам. Я обосновал, почему. Потому что в то время я это говорил публично, когда я был главой правительства. и критиковал генеральную прокуратуру за фабрикацию обвинения в адрес Ходорковского. К сожалению, вот эта жалоба Европейским судом по правам человека до сих пор не рассматривается по непонятным нам причинам. Хотя уже два года назад она была признана то, что называется eligible, обычно через несколько месяцев начинается рассмотрение. Рассмотрение откладывается уже неоднократно. Небольшое дополнение. Очень хороший вопрос был задан, но очень важный. Поэтому хочется как можно более полно вам на него ответить. И может быть не только вам, но и другим присутствующим здесь уважаемым слушателям. А вот эта формулировка о том, что Европейский суд по правам человека не усмотрел политической подоплеки в деле Михаила Ходорковского, она не точна, она не соответствует действительности. Главное ее несоответствие действительности заключается в том, что, как только что сказал господин Касьянов, совершенно справедливо и правильно, Европейский суд по правам человека никаких вопросов, связанных с делом Михаила Ходорковского, до настоящего времени не рассмотрел с вынесением решения. Я подчеркиваю, Европейский суд по правам человека по состоянию на сегодняшний день не высказался ни по существу обвинения, предъявленного Михаилу Ходорковскому даже по первому делу в 2003 году, ни по существу приговора Мещанского суда Москвы, вынесенного в 2005 году, ни тем более по существу последующих обвинений, приговоров и других судебных решений. Никаких решений Европейского суда на данный момент по этим сущностным вопросам действительно не существует. Это очень тревожный для нас и печальный факт, но он таков, какой он есть. Чем связана столь длительная задержка, мы не понимаем и объяснений никаких на этот счет не получили. Но и это еще не все. Рассматривая первую жалобу, предметом которой являлись только задержание 25 октября 2003 года Михаила Ходорковского, последующие его заключения под стражу до суда и условия содержания под стражей, Европейский суд в единственном своем решении, которое он вынес до сих пор, усмотрел целый ряд серьезнейших нарушений прав на свободу и личную неприкосновенность, серьезнейших, я подчеркиваю, нарушений, что, собственно, и было предметом жалобы основным. А что касается нарушения статьи 18 Европейской Конвенции, то, что принято обычно называть политической мотивированностью, но на самом деле там формулировка связана с тем, что не может использоваться вот эти вот процедуры преследования в целях, не связанных с интересами правосудия, в любых иных целях, кроме целей правосудия. Так вот, по этому вопросу Европейский суд сказал, что ему известно о том, что множество иностранных и международных, правительственных, неправительственных и судебных органов и организаций усматривают политические мотивы в преследовании Михаила Ходорковского. И он, Европейский суд, принимает к сведению эти решения и эту информацию. Далее Европейский суд сказал, что он ЕСПЧ именно применительно к нарушениям этой 18-й статьи использует наиболее высокие стандарты доказывания, согласно которым должно быть бесспорно установлено, подчеркиваю, бесспорно установлено, что абсолютно все действия государства-ответчика от начала до конца были подчинены только целям, не связанным с целями правосудия. Я не комментирую это, оставляю, так сказать, на усмотрение всех присутствующих, доказуемо ли в принципе то, что сказал Европейский суд, по какому бы то ни было делу. Но я хочу подчеркнуть, что проведенный тщательный анализ, проведенный специалистами по праву европейского, европейскому праву и европейской конвенции в частности, показал, что данным решением именно в этой части Европейский суд по правам человека существенно отступил от собственной прецедентной практики в сторону ее значительного ужесточения. Во всех предыдущих решениях, где Европейский суд усматривал нарушение статьи 18, он никогда не применял таких непреодолимых стандартов доказывания. С чем связано это отступление, мы тоже не знаем, и здесь я поставлю многоточие. Спасибо. Yes, ladies and gentlemen, I have to close the session with the time constraints. And before I thank our panelists, our speakers, I would like to inform you that immediately after the conference everything will be followed by the reception and you will be able to see the photographic exhibition, which is about the Volodya case and the demonstrator sent to prison since May 6, 2012. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok